Ровно две недели осталось до вступления в силу решения Евросоюза о безвизовом режиме с Украиной. Напомню, он начнет действовать с 11 июня. В то время, как многие украинцы стоят в очередях за биометрическими паспортами, в ЕС все больше говорят о том, что безвиз не отменяет правил Шунгена. Подробнее о них расскажет Алексей Пшумыский. Биометрический паспорт – главное условие для поездок в ЕС без визы, однако далеко не единственное. Ранее в посольство нужно было предоставлять опии билетов, бронетелей на весь срок поездки и страховку. В СМИ уже сообщили, что теперь все эти бумаги нужно брать с собой и показывать уже на границе. Но журналист «Радио Свобода» в Брюсселе Рикорд Йозвик говорит, что это не так. Пограничники могут задавать все эти вопросы. Сколько у вас с собой денег? Сколько вы планируете пробыть в ЕС? Куда едете? Но дело в том, что если у вас есть биометрический паспорт, если вам не нужна виза, то вы имеете право попасть на территорию Шенгенской зоны, не показывая больше ничего. Несмотря на это, в представительстве ЕС в Украине опубликовали вот такую карту с минимальными суммами, которые рекомендуют иметь при себе, чтобы посетить различные страны Европы. Украинские дипломаты успокаивают. Главное – не ехать с пустым кошельком и все же захватить с собой некоторые документы. У вас, снова же таки, мае бути абсолютно чітка, спокійна відповідь, мета вашего перебування приїзду в ту чи іншу країну. Бажано, чтобы она была подтверждена документально. Я уже кажу, якщо вы, скажем, їдете в туристичну поїздку, то щонайменше у вас мае бути, скажем, подтверждение реестрації в готеле и умовно квитки туди-назад. Более того, правоохранители не смогут проконтролировать, куда человек поедет после пересечения границы, уверяет Рикард Йозвик. Если, например, после Венгрии вы поедете в Испанию, об этом никто не узнает. У нас нет внутренних границ, и никто не следит, куда вы поедете. Это то, за чем люди должны сами следить. Украинцы должны знать, что нельзя превышать 90 дней. Если вы превысите срок, то больше вас просто не пустят. То, о чем здесь в Брюсселе не говорят в открытую, это опасение, что многие, въехав по безвизу, захотят остаться и найти нелегальную работу. Если число таких людей будет расти, власти ЕС могут временно приостановить действия безвизового режима. Однако главное, за чем здесь будут следить, это продолжит ли Киев выполнять реформы, бороться с коррупцией и защищать свободу слова. Если украинские власти нарушат данные европейцам обещания, это может стоить не только безвиза. Из Брюсселя Алексей Пшимыский, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.